Если вы до сих пор не запекали курицу с картофелью в рукави, то вы многое потеряли. Это один из лучших способов накормить большую семью при минимальных затратах времени, сил и денег. Просто, быстро и очень вкусно. И сегодня на канале Мамины Советы я поделюсь с вами рецептом этого шедевра домашней кулинарии. У меня около полутора килограмм куриных кулиней, бедер и крыльев. Это после разделки двух средних курочек. 2 килограмма картофеля, 2 морковки, 2 сладких ялтинских лука, около 100 миллилитров майонеза и хороший пучок зелени. Укроп, петрушка и перья чеснока со своего огорода. Чеснок курицы с картофелем подходит идеально. Чем его больше, тем лучше. Но можно заменить и простыми зубчиками чеснока. Из приправ только соль, перец, зира и кориандр. Итак, готовим. Сначала надо хорошо промыть зелень в миске, так как своего огорода иногда бывает вместе с землицей. Пока она обултыхается, почистим картофель, морковь и лук. Порежем овощи не очень мелко. Картошки, кстати, можно взять и побольше. Она сама по себе очень вкусно получается. Морковь можно потереть на крупной терке, но я предпочитаю нарезать. Ялтинский лук можно заменить обычным, только взять в два раза меньше. Соединяем овощи с курицей в миске. Нарезаем зелень. Чеснок лучше помельче. Остальное как получится. Солим, заправляем приправами, добавляем немного майонеза и хорошо все перемешиваем. Оставляем на часик, чтобы овощи и курочка лучше пропитались, промариновались. Но можно запекать и сразу. Помещаем мясо с овощами в рукав. Еле влезает. Завязываем сверху, делаем пару проколов. Распределяем равномерно по подносу, насколько позволит рукав. И отправляем на час в разогретую до 200 градусов духовку. Через час разрезаем рукав, проверяем ножом картофель, чтобы весь пропекся. Так как конструкция у нас получилась внушительная. И запекаем еще 15 минут для румяной корочки. Вот и готов вкусный ужин для всей семьи. Проще не бывает. Дети просят добавку, муж доволен вашими кулинарными талантами. Даже то, что курочка у меня неделю провела в заморозке, никак не отразилось на нежности ее мяса. И овощи все припеклись, несмотря на толщину слоя. Если появятся у вас вопросы, спрашивайте в комментариях. И подписывайтесь на канал Мамины Советы, где я делюсь своими самыми любимыми рецептами. Спасибо. 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 Спасибо.